Украинская тема, но уже в другом ключе, экономическом, сегодня звучала на совещании Владимира Путина с членами правительства. В частности, речь шла о зимнем газовом пакете и обещаниях Евросоюза помочь Киеву заплатить России около 3 миллиардов долларов. Обсудили на встрече и последствия принятого властями Украины решения закрыть небо для российских гражданских самолетов. Подробностью Михаила Кинченко. До объявленной киевскими властями воздушной блокады между двумя государствами осталось чуть меньше месяца. 9 российских авиакомпаний уже получили уведомления о запрете полетов на Украину. Среди них и такие крупнейшие, как Аэрофлот, Трансайро, авиакомпания Россия. В качестве ответных мер уведомления о запрете полетов в Россию получили 5 авиаперевозчиков с Украины. Впрочем, не секрет, именно российские авиакомпании перевозили большую часть пассажиров между двумя государствами. Фактические цифры озвучил президенту министр транспорта. Такие действия украинских властей, они не только незаконны с точки зрения международного права, но и нелогичны с точки зрения функционирования транспорта. Таким образом, эта мера в первую очередь удрает по украинским гражданам, их снижая авиационную мобильность и фактически изолируя Европу и остального мира. Мы были вынуждены вести или принять адекватные зеркальные меры. Конечно же, помимо неудобства для самих пассажиров, причем всех, это приведет к существенным убыткам не только украинских авиакомпаний, но в первую очередь украинских аэропортов. Мы со своей стороны уже переориентируем эти потоки. Впрочем, авиаперевозки далеко не единственный сложный вопрос в экономических взаимоотношениях между государствами. Проблему транзита газа вот уже полтора года приходится решать во время длительных напряженных переговоров. Последние из них завершились несколько дней назад подписанием так называемого «зимнего пакета», условия которого будут действовать с 1 октября до 31 марта. За скидки на газ киевские власти обязались обеспечить бесперебойный транзит российского топлива через свою территорию в Европу. В свою очередь в Брюсселе пообещали предоставить деньги для закупок топлива. По поводу наших договоренностей с украинскими нашими коллегами по газу. Достигнут договоренность, да? Окончательно? Удалось договориться о содержании протокола об условиях взаимодействия для поставок газа из Российской Федерации на Украину в период с 1 октября 2015 года по 31 марта 2016 года. Впервые в этом протоколе отражена обязанность Евросоюза деления первого транша в сумме 500 миллионов долларов Соединённых Штатов Америки на закупку в октябре месяце Украиной газа у России для закачки газа в подземные газовые хранилища для надёжного прохождения зимнего периода. Сколько они дают им денег европейцы? 500 миллионов долларов – это первый транш. В этом и вопрос, потому что закачать оставшийся объём газов в ПХГ за 500 миллионов можно, но дальше это нужно платить в течение всей зимы за российские поставки, а это около 3 миллиардов долларов примерно. Откуда они возьмут эти деньги без помощи европейских стран? Поэтому если там в этом соглашении есть обязательство европейской стороны обеспечить это финансирование, это принципиально важно. Экономические санкции, которые Украина сегодня вводит против России – недружественный шаг, который мешает переговорам по условиям торговли между государствами после 1 января будущего года. Именно с этого времени должна вступить в силу экономическая часть соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза. На переговорах, которые продолжались последние месяцы между Москвой и Киевом, обсуждалось, как в этих условиях сохранить прежние правила торговли. Мы пытаемся вести переговоры с Еврокомиссией, с Украиной по поводу наших отношений с подписанием договора об ассоциации. Пытаемся найти выход из достаточно сложных ситуаций, связанных с нестыковками этого соглашения и взаимными нашими российско-украинскими обязательствами в рамках зоны свободной торговли СНГ. Алексей Валерьевич, как это будет оторжаться на этом процессе? Это, конечно, не первое недружественное действие. У нас, так сказать, более 40 актов Украинской Рады и Кабинета министров, направленных против российских хозяйствующих субъектов, отфиксировано. Невозможно договариваться о улучшении таможенных процедур, о улучшении работы области технического регулирования и так далее, и иметь дискриминацию нашего бизнеса. Но теперь в связи с дополнительными этими событиями, я думаю, что шансы совсем снизерными. Я здесь не могу не согласиться с тем, что сказал министр экономического развития. Всё это превращает шансы договориться по тем вопросам, о которых шла речь в нашем диалоге с Еврокомиссией и с Украиной, в эфемерные. Потому что это не только отказ обсуждать по-серьёзному те вызовы, с которыми сталкиваемся, все мы ввиду известного присоединения Украины к ассоциированному членству в Евросоюзе, но и просто набор недружественных действий, которые по сути своей направлены против украинских граждан. Тема Украины была сегодня не единственной. Владимир Путин поздравил экипаж новейшей подлодки Александр Невский с успешным переходом под арктическими льдами из Северодвинска на Камчатку. Российские моряки стали первыми в истории, кто прошли этим маршрутом и уже заступили на боевое дежурство по охране Родины. Михаил Акинченко, Алексей Матюшкин, Марина Елисеева, Первый канал.